Дом русского и советского художника Николая Ивановича Пискарёва до недавнего времени был любимым местом встречи для жителей Старого Звенигорода. Но сегодня это старинное здание, как и многие другие памятники архитектуры в историческом центре города, находится под угрозой сноса. Положи крышку на место! Положи! Положи крышку на место, тебе говорят! Положи крышку! Положи мне крышку сюда, верни! Крышку гробом, конечно! Для семьи Звенигородского священника отца Тарасия испытания начались в июле, когда за забором вместо зеленеющего оврага, где росли посаженные еще художником вековые вётлы, возникли гроды строительного мусора в перемешку с песком. Под бульдозером исчезли вот эти старинные деревья. Даже один человек не может обхватить это дерево. В два-три обхвата. И здесь они вот так вот вокруг были целой такой короной. Этот мусор они привозили с разрушенного молокозавода. То есть там за это они получали деньги, за то, что они вывозят мусор. Но вывозили его как раз вот в это историческое зеленое место. Без разрешения владелицы дома на частном участке был выкопан ливневый колодец и врезана ливневая канализация, а также демонтирован забор. Теперь вместо него периметр ограждают металлические листы, доверху засыпанные песком. Вдоль оврага проложены канализация, электрические кабели и газопровод. Все эти коммуникации теперь засыпаны трехметровым слоем песка. Сам дом Пискарёва оказался в искусственной низине. Разрушена подъездная дорога, выкорчеваны деревья. Все это без каких-либо разрешительных документов. Я поставила свою машину, пришлось пешком походить вместе с детьми. Но зато все прекратилось, поскольку никаких документов у них не было на строительство. И уже были получены документы о том, что строительство нужно прекратить. Вот местные жители добились этого. Поэтому мы просто поставили свои машины и стали дежурить. Вот у меня несколько суток здесь она стояла, моя машина. Потом подключились другие люди активные, которые... И так мы по очереди ставим машины. И вот уже, слава богу, уже сколько? Месяц, наверное, да? Месяц уже как стройка прекращена. Администрация Звенигорода даже определила размер компенсации за незаконную вырубку 12 деревьев. Однако тому, что распоряжение муниципальных властей не является отписками, в Звенигороде никто не верит. Всем известно, что администрация города сама участвует в схемах по сдаче в аренду муниципальной земли. По закону должна была быть публикация в газете «Звенигородские ведомости», после чего объявлялись торги. И на торгах этот участок, этот либо какой-то другой, кто выигрывал, тот и выигрывал. При Ставицком еще была, это бывший глава администрации, была такая порочная практика, когда публиковали не в газете «Звенигородские ведомости», а в так называемом приложении к газете, спецвыпуск, которого ни один житель города, в том числе и депутаты, никогда в глаза не видели. В частности, генеральную доверенность на ведение строительных работ во враге имеет бывший исполняющий обязанности главы администрации Бельников Владимир Владимирович. В адрес священника поступали угрозы сжечь дом. К сожалению, такая участь не редкость для «Звенигорода». Бывшего мэра и нынешнего первого замминистра строительства Леонида Ставицкого местные называют поджигателем. Считается, что был сожжен памятник архитектуры дом священника и гостиный дом купца Калашникова начала 20 века. «Першел в частную собственность, постоял, 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 разрушилось, потом его просто подожгли. Поскольку у меня окна напротив, я на втором этаже живу, я прекрасно видел, как начинался пожар с того края, с конца, как распространялся и как он вообще сам сгорел». Управление культурного наследия Московской области вынесло постановление восстановить архитектурный памятник, однако это вряд ли. Администрация считает это на славу сложное здание и еще десяток домов в центре Звенигорода аварийными. Своё жилье жителям приходится постоянно отстаивать в суде. Дома пока стоят, но положение звенигородцев очень зыбкое. У людей остается одна надежда – на суд вышний.